Привитос и Амигас говорят, что в прошлой серии было не DLC, что это была просто секретная локация. Ну, так объяснять надо лучше сказать, что DLC это когда тебя схватит Ктулху. Вот Ктулху меня схватила. Я не виноват, что тут много разных Ктулху, которые могут тебя схватить. Так, и, кстати, а я кого-то отправлял сюда еще, почему-то только старая калоша сидит. Какая-то она, бля, ебанутая. На полбашки. Так, а... Кстати, кстати, тут рядом же... Вот, та дверь, про которую кто-то в комментах писал, что я, типа, сюда не ходил. Я ходил, здесь мастерская пороховых бочонков этих гребанных. Тут дед, вон, сундук открытый. Я сейчас сюда не ходил. Смотрите, вот говорят, что мобы все стали сильнее. Но этих я убиваю с одного удара стабильно. Вот, я что-то не вижу, что на их стороне какая-то, бля, сила охуенная. Видите? Что практически ваншот. А с двуручного хвата вообще ваншот. О, блядь. Да и душ за них дают. Блядь, в этой игре может даже от пули увернуться. Если не в упор стоял. Я что хочу-то? Тут говорили, что тоже какая-то секретная дверь. Где-то там подальше. А за секретной дверью какой-то ништяк мощнейший. И там еще то ли мини-босс, то ли какая-то такая залупа. Вот, залупа меня не очень интересует. А вот мини-босса я бы с удовольствием отжарил. Ну, в смысле, убил. Мини-босс, по-моему, блядь, где-то внизу. Что там, дескать, какая-то дверь, блядь. Которую еще пойди, найди, увить ее. Вот здесь, дед. Ну, вот у меня есть фонарик. Кстати, тут, по-моему, посветлее стало почему-то. Факел, что ли, зажгли. Дверь. Которая, блядь, дверь-то здесь. Я вот сейчас сдохну. Ну, 1400 душ это не та сумма, которую жалко потерять. Поэтому. Я вообще, блядь, скептически отношусь. К вот этим секретам, блядь, Дарк Соусов. Которые спрятаны там хуй знает куда. Я вообще. Люто негативлю. По этому поводу. Я вижу вон всякие выступы, но, блядь, я не вижу. Дверей никаких. А, вон она, ебать. Вон она. Ну, я уже туда не попадаю. Как я понимаю. А, можно еще, смотрите. Еще можно. Сюда. Ну, и если высота меня не убьет, блядь. А, она должна меня убить. С кувырочком я до туда, наверное, не долечу. А, долечу. Не, она ниже. Смотрите, вот эти. Вот эти две. Внизу, видите, одна пропала. Одну видно. Ну, в принципе, герой, когда прыгает с разбега, он вверх-то особо не взмывает. Хочу заметить, он просто. Ну, что ж. Почти, почти попал. Я считаю, что по точности прыжков с высоты, блядь, на секретные двери, у меня хотя бы бронзовая медаль уже есть. Блядь. Да. И, и, и... Как бы... И вот это, типа, секретное какое-то место. Вот секретное место, ну, вот я вот не знаю. Мне кажется, что... Не должно такого быть, что либо ты попадаешь в секретное место, либо ты дохнешь. То есть, как-то... Там... Не знаю, а кто первый догадался попасться в руки, блядь, ктулху, чтобы она перенесла в секретную локацию? Когда она меня рукой пыталась схватить, я, наоборот, сделал инстинктивное движение и увернулся. Так бы она меня уже давно перенесла, но я-то увернулся, а кто-то... Ну, понятно, что кто-то такой, блядь, интересно, а что она сделает? А что она сделает, блядь, если я в руки попадусь? А что она с тобой сделала, когда невидимая была? Убьет тебя нахуй, да и все. Вот мое мнение. Я бы вот не стал в руки попадаться второй раз. Смысл-то какой. Блядь, тут столько лок... Ой-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй. А вот там я был, кстати. Вот там на меня напали два чувака в капюшонах с джедайскими мечами же. Так. А теперь давайте еще раз... О, кровь-то моя где осталась? Давайте еще раз посмотрим. Вон она, в самом, блядь, низу. Да ну нахуй, высота такая. Это же сразу пиздец. Я считаю, что еще 50 попыток и, блядь, мы достигнем цели. Классная секретка, блядь, хуяная. Почему-то у меня такое чувство, что я тут не в последний раз. Даже не знаю почему. Ага. Вот, можно здесь спрыгнуть на нижние доски. Во всяком случае, попытаться, а с них уже... А с них уже ты, блядь, никуда не попадешь, по-моему. Ну вот отсюда. Вот если вот с кувырочком туда... Да. Сучка. Это было снайперской. Но все равно мое мнение таково, что тому, кто это придумал, надо гвоздь в голову забить. Если бы хотя бы факел какой-нибудь тут на стене светился, висел, я бы, может, когда-нибудь и подумал, что здесь какая-то вот такая, блядь, дверца охуенная. Вот в Dark Souls'е там вот как-то вот такого не было. Там, блядь, еще более ебнутые, блядь, конечно, секретки. Кто, блядь, тот человек, который в озере, блядь, где-то на днище, короче, ударил в этом пне эту ебучую стену, блядь, которая отъехала, секретная. Потом ударил в следующую стену, и за ней уже обнаружилось озеро Золы, или как он называется, где этот, пресносущий дракон-то, блядь, который из сюжета игры выбивается. Говорят, дракон там последний в игре, а пресносущий, он что, блядь, не дракон? Или пресносущие драконы драконами не считаются? Что за хуйня-то? Вот как туда, в эту секретку пройти? Как, блядь, догадаться можно было, что надо две стены прозрачные ударить, блядь? Что-то я не понял. Пока я не годовал, и... Ничего, блядь, за прикол. Дождите, это ж мое кладбище, тут кукла сидит. Только вот у меня нету вот этого прохода здесь. Что это за хуйня? Наверное, в параллельной вселенной где-то домик мой. Хижинка моя, или не моя, блядь, кто я тут? Нет. Что это было? Блядь. Колонки комповой не выключил. Вот это хижина мастера Вильяма, блядь, по-моему. Я все имена тут поперепутал, потому что персонажей по именам никто друг друга не зовет, блядь. И запомнить их трудно. Кто такой Вильям, кто такой не Вильям. Открыть сундук. Что-то это сундук, блядь, подозрительно похож на пиратский клад. Он маленький, черный. Окей. Вот это лут. Это, блядь, моя любимая награда. Я вот, блядь, хотел. Я вот хотел, вот. Думаю, что так мало одежды в этой игре? Вот самое... О, нифига тут, надеяние Белой Церкви. Вот ты посмотри, какой красавчик. О, как вам мой комплект? Я считаю, что именно вот, блядь, в одежде старой бабки надо и проходить эту игру. Смотрите, черный плащ. Дай мне спицы, и все свяжется. Черный плащ. Убери от клубка кота. Черный плащ. Кость старого охотника. И что с ней делать? Ускоряет перекаты и шаг. Расходует пули. Четыре штуки. Ну-ка. Ух ты, ебать. Ну, шаг она не ускоряет. Это пиздеж. Ну, это, блядь, как кольцо, короче, из Дарк Соулса, которая, блядь, делала тебя невидимым во время переката. Все. И в Ризане такое говно было в третьем. Но поскольку у меня хватает звездочек этих, чтобы ее юзать... Нахуй тут костер. Так а где, блядь? Подождите, какого-то у меня тут мини-босса... А че она? Брошенная кукла. По-моему, кто это только что здесь появился, судя по звуку. Ветер такой задул. Одна треть пуповины? А-а-а! Блядь, а сколько у меня их всего пуповин-то этих ваших? Где они, блядь? В каком разделе лежат пуповины? Пуповины лежат в пуповиночной. Дожди, че за бред-то? Где пуповины-то, блядь? Сколько у меня их уже? Одна у меня всего, заебись. Ничего себе, блядь. Прохожу. Че он делает? Расход пуль минус. Использовать можно. Великая реликвия, называемая иногда нервом ока. Нервом ока. Нерв глаза. Каждый новорожденный великий обладает этим предтечей пуповины. Каждый великий теряет свое дитя. И затем стремится найти ему замену. Третья пуповина ускоряет встречу с бледной луной. Что приманивало охотников и питало их мечты. Используйте ее, чтобы получить озарение. И, как говорится, вырастить глаза внутри. Хотя никто уже не помнит, что это значит. Еще, блядь. Мне предлагают поюзать это говно. Она же нужна, чтобы, блядь, игру пройти. Что там три пуповины написано было где-то в записке. Что нужна три трети пуповины. Три трети пуповины это, блядь, целая пуповина. Только, блядь, здесь они разные. Маленькое украшение для волос. По-моему, у меня такое говно уже где-то было. Маленькое украшение для волос. Не знаю, зачем оно нужно. Я не знаю, юзать пуповину, блядь, или не юзать. Я вот нихуя не понимаю. Что это такое? Еще, блядь. Мне сказали, что здесь лежат какие-то охуенные вещи. Бегает какой-то охуенно сильный черт, по-моему. Если я ничего не путаю. Не вижу, блядь, ни сильного черта, ни охуенных вещей. По-моему, меня дважды наебали. Что я тут сюда прыгал-то, блядь, как это десантник без парашюта. Чего-чего, блядь. Ну, пуповина тут лежит. В секретном месте. Надо три пуповины, блядь, и все, походу, в секретных местах лежат. Заебись. Ничего себе, бать. Игру проходим. А кукла что тупит? Надо понимать, что это, блядь, какая-то другая кукла охуенно по... Ха-ха-ха, блядь. Охуенно по... А чья могила? Ну, это... Судя по лицу, это статуя из первого народа. Как его там, блядь, звали, который тут жил. Который теперь без глаз ползает по институту в виде сперматозоидов. Вот очень на них похоже. Типа когда-то у них глаза были. По поводу того, что все в этой игре, блядь, слепые глаза завязаны. Говорят, что, типа, амигдалы их пугают. Что они набрали озарение, увидели амигдалы и все глаза повырывали. Типа. Другая версия, что они... Другая версия, что они, типа, глаза себе вырывают наоборот, чтобы достичь этого самого озарения. Как вы видите... Ага, видите, у меня, блядь, нет прохода никуда. Чего у меня там вместо дверей? Как видите, нету единого согласия в этих... В поклонниках игры. Как их, блядь, открывать-то? То есть, нету единого такого сюжета правильного. Есть одни догадки. После этого говорят, а сюжет-то у игры великий. Да его нету вообще, блядь. Домыслы есть. И только. По поводу того, а что тут... А чё это я не поняла на мультике? Пожалуйста, зацени мои тряпочки куколка. Закончится приятным пробуждением? Ты кукла, ты не можешь... О, передать маленькую заколку, смотри. Что? Что это? Ну, это такая штука, её надо в волосы вставить. Я... Не помню. Не то, что я чувствую. А ты не спросишь, где я взял одежду? Что случилось? Тебе грустно. Скажи мне, Хантер. Это может быть радость? Я ебу. О! Она мне что-то в ответ дала, псори. А, и мы друг другу ещё поклонились. Даже тут как-то можно, блядь, с ней заигрывать. Пошла ты в жопу. А где тут чувак, который на кресле сидел? Он чё, помер, что ли? Так, она дала мне слёзный камень, и это... Каплевидный самоцвет. Сломаю её подарок. И это... Где мои заточки-то? Капля. Оз-продвост. Что? Кровавый самоцвет, совершенствующий оружие, добавляющий ему различные свойства. Каплевидный самоцветы. Особые камни, которые приспосабливаются к различным оружию и формам. Созданные серебряные слезы куклы. Этот самоцвет тихий, но верный друг, который восстанавливает ОЗ. Очки здоровья. Суть жизни охотника. Возможно, создатель куклы мечтал иметь такого друга, но напрасно. Чего, блядь, он восстанавливает? За удары или что? Кстати, блядь, нету. Ну, давай посмотрим, если я... Вставлю каплевидный самоцвет. А, он не влезет. О, нихуя себе. Проклятый самоцвет адепта. Ну, я думаю, что это пассивное восстановление здоровья, на самом деле. Что-то, блядь, говнище, нахуй, редкое. Заебало рыться в этом инвентаре, а продавать все это говнище лень вообще конкретно. Ну-ка, может, втонитрус. О, смотри-ка. До 130 можно разогнать. Молния плюс 7. О, до 139 можно. До 142. Тонитрус. А, это все хуйня. Ничего не понимаю, блядь. Настолько сложно здесь. Все эти обозначения вещей сделаны. Все эти бонусы, блядь. Что вообще хер просыш. Чего лучше, чего хуже. Как-то в Диабло раньше попроще было. Со всем этим делом. Блядь, одеяние ернамского охотника, походу, это лучший сет игры вообще. Ничего лучше. Я думаю, это просто, блядь, не найти. По соотношению защита магия, не магия. Да, кстати, тут же пенек какой-то торгует чем-то. Надо посмотреть. Я только не помню, где он. За озарение, который, вот он, банчит. Чего? Я им одну шапку дал, а не четыре сделали. Дерьмо собачье, блядь. Так а где пень торгаш-то? Что здесь вообще за дорожка, если тут нет никого? Я один раз нашел только этих торговцев, блядь. Походу это был. А, вот они. Малый и звонкий колокол. За единичку озарения можно купить огненные бумаги. У них все, бутон, цветка, холодно-воспаленный глаз. Чаша предков для короткого ритуала. Ох ты еб... Ничего себе. Пепельного охотника надо. Смотрите, сет какой. Тоже от огня нихуя не защищает. Ну, в боях заебись. О, шмотки газкой наголимые. Не знаю, кто такой пепельный охотник. Три озарения, одно озарение. А, вообще дешевка, сон, она ничего не стоит. Ее, новые шмотки, наконец-то. Блядь, сет пепельного волка превратился в серый волчий колпак. Мне кажется, это, блядь, старая добрая наебаловка. А, вот теперь, блядь, написали, как надо. Да, от огня, слушайте, защита просто вообще доннейшая. Мне вот интересно, вообще был ли в этой игре человек, который что-то стал проходить в кукольном сете? Чудовищность. Даже параметр чудовищности какой-то есть. Неужели кто-то, блядь, в этом разбирался, сидел? Чудовищность там, блядь, у него или не чудовище? О, ну, блядь, ну это стильно, это арамис, нахуй, настоящий. Я не помню, кто это был, этот пепельный охотник, и когда его убил. Одноглазый капитан, блядь. Да, выглядит, конечно, как ебучая лохмотья. Вот, сука, броня тут вообще некрасивая. Тут как-то даже, блядь, не старались, по-моему, что-то такое нарисовать интересное. По-моему, самые обоссанные доспехи из павших лордов выглядят лучше, чем, блядь, любой комплект из этой игры, к сожалению. Ну, Dark Souls, вообще такая игра, она, блядь. Ни разу там не было доспехов, которые бы я одел и сказал, вау, вот это, блядь, заебись. Ну, черного дракона разве что, или сет короля, который, блядь, повторяет. А, этого. Сет. Лавелина, который повторяет одежду ночного дозора из... Игры престолов. Вот это было интересно смотрелось. Ну, а так, когда там находишь какие-то, блядь, доспехи этого, допустим, Хавела, это вообще уродство такое, что просто, блядь, как будто мамины сковородки на себя навешал, знаешь. Идея-то я, блядь, куда я прилетел-то? Мне надо в соборный округ было, а не, блядь, в тайный собор этот. С одной стороны, это, конечно, печально, что нету такой нормальной брони. С другой стороны, это, блядь, не санная анимешка, хоть и сделана тоже азиатами. Это же в аниме там... А, вот она сидит. Это в санном аниме там какие-нибудь доспехи, блядь, всё время невероятные. И меч такой, блядь, одной рукой держит, который рота солдат бы от земли не оторвала. А чё, она ржёт? Ты чё, поехавшая, что ли? А, к ней надо, блядь, в церковном одеянии подходить, иначе она, блядь, не разговаривает вообще. Из белой церкви или из чёрной надо? Плохой. У меня два комплекта хирургических перчаток. А, ну да, левая, правая. Дочь моя. Всё, она поехавшая, блядь, короче. Она, наверное, тоже кровью, блядь, лечилась. И уже отъезжает, блядь. Умственно. Студенческая униформа. Чё за студенческая униформа? Пепельный охотник. Не, ну звучит, конечно, пресс-то, блядь, радикальщина. Так, и где-то здесь сидит ктулху, которая... О, ёп твою мать. Ёп твою мать. Слушайте, а по-моему, вот эта ктулху, она намного больше, чем та ктулху, которую я убил. Та какая-то, блядь, карликовая была, а эти прям здоровые. Блядь, ебать, мне на неё смотреть даже страшно. И как, как к ней? Чё я тогда сделал, чтобы она меня схватила? Сюда подошёл? Ну. А, вот, к этому чувачку. Я у неё лут тогда взял. Лут взял, и она меня вот так хуяк. Безумие. Почему каждый раз, когда они меня куда-то, блядь? Да будут прокляты изверги истины. Да будут прокляты их дети и дети их детей. До третьего колена, то бишь. Да, и во веки веков, естественно, проклято. Иначе какой смысл? Проклянёшь, и не подождут. И дальше будут блядствовать, да? Не очень понимаю. Ну, видимо, это, блядь, местное обычай какое-то проклятие наложить, когда тебя в DLC-шку перемещают. Возможно, это как защита от того, чтобы ты не попал туда слишком рано. То есть, если у тебя мало жизни, она тебя просто убьёт. А если у тебя много жизней, то она тебя переместит. Возможно, что озарения тут даже и ни при чём. Или она в любом случае ваншотит. Да, ёпта, кошмар охотника. Слушайте, ну тут все локации, блядь, похожи на одну. По-моему, вот это та самая церковь, где у меня вот на креслах бабки сидели. Только это опять параллельное измерение какое-то, видимо, неебическое. И прохода здесь нету, видите? Ну, естественно, всё открывается, блядь, с другой стороны. Ах, что это такое? Та-дам! Эта луна похожа, блядь, на анус. Я, честно говоря, не очень люблю такие игры, как Evil Vizing, например. Как, например, уровень башни округа магов в драгонах. Короче, такие, которые связаны с каким-то... С какой-то психоделической, блядь, хуйней. Типа сны там какие-то, кошмары, блядь, где всё, хуй поймёшь вообще, чем обусловлена настолько, блядь, фееричная херня. Он просто идёт, блядь, и я смотрю на него, что он приближается, и думаю, надо как-то, блядь, готовиться. Ёбаный, что это у него? Гасконь, ты, что ли? Нежданочка, да? Кто дал ему пизды? Я дал ему пизды. Пузырёк крови, это говно собачье, а не награда. Охотники, по-моему, самое сложное говно в этой игре. Я надеюсь, они не догадались где-нибудь сделать колпак старого охотника. Я надеюсь, они не догадались нигде сделать босса охотника. Ну, такого, как Гаскоин. Если сейчас подумать, то... Гаскоин, блядь... И эта хуйня лучше, чем то, что я купил за озарение. Ёб твою мать. Если подумать, Гаскоин на данный момент был самым, блядь, сложным боссом пока что. Сложнее, пока никого не было. Подожди, и чего? Где калиточка-то как? Чё это такое? А, опять вороны? А как пройти-то? Рычаг какой-то должен быть, нет? Чё, блядь, за говно? Чё, ёб ты, бля, за ДЛЦ такое где? Даже не пропускает никуда. Чё, кровище. Чё, блядь... А, вот. Тут дорогу хуй разглядишь вообще. Два одинаковых осколка. Кстати, мне из этого охотника душ-то чё-то маловато дали. Прям вообще. О! А! О! Опять ещё один. Чё, он с ними дерётся, что ли? Ебать! А души мне дали, кстати. Может, он меня примет за своего? Я ведь одел шляпу старого. Так ему немножко насрать, чё я там одел. Слушайте, а вы заметили, что они все больше меня ростом? И вообще больше. Даже кукла из сна охотника, она какая-то здоровая по сравнению с главным героем. И этот охотник намного выше. И Гаскоин был намного выше. Они все намного больше, чем главный герой. Не настолько, что вот как вот там, блядь, какой-нибудь Вендрик или Вильстад по сравнению с главным героем ДС-очки. Но ощутимо больше. Они как, блядь, Валуев среди нормального человека. А, и сет старого охотника здесь, смотри. Ну, блядь, я вообще молодец, короче, что из-за озарения купил сейчас. Именно сейчас купил этот пепельный сет. Я считаю, что, блядь, это было лучшее время для покупки. Вот. Ну, кто-то хотел же посмотреть на тряпки из этой игры. Вот. Ага. Ах, блядь. Еще говорят, что в ДС-шке самые жесткие боссы. Не знаю, насекок это правда? Вполне, блядь, возможно. Кто-то их всех тут поубивал. В кошмаре охотника. Вот еще охотник мертвый. Штаны, наверное, да? А, нет, белая холодная кровь. Так, если я выйду в этот круг, там трупы охотников, которые надо залутать. Смотрите, какая толпа там. Раз, два, три, четыре, пять. Пять штук этих чупакабр ебучих. Сбились в кодлу. Ага. Заебись. Падение сквозь. Съехал по текстурам, я просто как царь. А там как бы охотник стоит, ему что, похуй на них? Ну, какой-то зависший немножко. Немножко инпрострация. Воу-воу, изи. Бейся с ними, тупая тварь. Че это у него в руках? Я хочу такой молод. Откуда они, блядь, налетели? Ёб твою мать. А я смотрю, что... Эти, блядь... Не вмешиваются, уродцы. Они ждут, когда им охотники пиздюлей насуют. А тут подлый удар в спину, хуяк. Ну, шо, Ван Хельсинг? Да выябывался? Ох ты, блядь. Вот ты свина, блядь. Ебана, нет! Ну, ты и конь педальный, слышишь? Мамку твою, блядь, знаю. Хорошая женщина. Пошел ты нахуй, чувак. Думал, че я с тобой, блядь, буду драться тут стоять? Пока ты в бешенстве. Слушай, а эти вообще какие-то, блядь, ссыкуны. Тут, походу, вообще не их надо было бояться. Они как-то очень странно себя ведут. Смотри, че они делают-то. Они закрываются. А с чего это они? С того, что я шляпу старого охотника одел? Они боятся старых охотников? Или че-то другое, блядь, изменилось? Фонарь, блядь! Они фонаря очкуют. Наверное. Хотя здесь светло. Давайте еще одного найдем, посмотрим, как он будет реагировать. Я фонарь выключил. Нет, давайте я включу, а потом выключу. Посмотрим, что будет. Знание безумца. Где части сета-то остальные? Борода какая-то падает одна. Это че за мина какая-то лежит, блядь? Ёб твою мать, так и знал. Так, я там видел какой-то обход. Я там мимо трупа упал. Это вообще не есть. Круто. О, собака пришла, смотрите. Дуберманчик. И чей-то песик. Злобное уебище. Нихуя ее. О, блядь. Ничего не меня отбускали, блядь. Псина сраная, блядь. Вот, который раз убеждаюсь, что собаки, по-моему, тут самые сложные, блядь, враги. Они очень, блядь, стремительно нападают. Ну и че, это не открывается, типа? То есть вот эта толпа тут стояла, она стояла не для того, чтобы войти, да? Так, я думаю, что надо идти с обходными путями как можно больше. Тут тоже прохода не было, да? Так, точно. Обходные пути наш выбор. Сверху всегда как-то заранее лучше видно, где тебя ждут. Вон, видите, стоит красавец. О, а вон эти две сидят. Морды. Вон собак слева стоит. Блядь. Вы слышали, он когда кинулся в атаку, тоже крикнул. О, блядь. Ой, а у него тоже есть перекат быстрый. Ага. А вот и дверка. А вот и срезочка. Походу. Гаскоин, ты что ли? Тупое, ничтожество, блядь. О. А, еще одна собака там. Я думал, кто-то бежит. Да, кровь тут падает просто литрами. О, шарик. По-моему, этот шарик поедет на меня, блядь. Когда я... Ну, как... Как с Индианой Джонсом было. Так, здесь можно... Сделать вот так. Так, фонарь включен. Смотрите, что сейчас будет. Ну, лишних убью. Блядь, пидорас пришел мешаться. Ну, вот я выключаю фонарь. И они уже отпизжены. Ну, давай. Рапорируйся ты нахуй. Просто как, блядь, из автомата его расхерачил. Блядь. По-моему, он какой-то, блядь, бешеный. А он совсем какой-то огромный, блядь. Пошла в жопу, тварь. Патронов нету, охуенно. Чувак. Пиздец. Вот это слон, блядь. Ничего, он мне жопу урвал вообще на протяжении всего этого еблевого поединка. Собаку он вальнул? Нет. Видимо, собаки принадлежат охотникам. Так, а как я, блядь, наверх попаду? А. Там же лут лежит. Я уверен, что это... Часть сета. Судя по тому, что лежит она в жопе. Вот он. Убийца-чудовище. Та пушка, блядь, хуенная какая-то. Девяносто две базовые атаки. А чё? У меня чё-то по параметрам не подходит, что ли? Ну, и это... Этот... Ацтекский, блядь, каменный топор или как-то... Макакуайтель, блядь. А, вот она. Стегалка. Где-то я видел такое оружие. У него нет, у него нет силовой атаки в двуручном хвате. Вот этой вот с задержкой. Такой у него нету. Кстати, о танитрусе. Надо какого-нибудь танитрусом попробовать здесь разбудухать. Так, пойду-ка я ворота открою. Чё-то мне в собор идти вообще не в жилу. Там какой-то камень стоит здоровый, блядь. Его в меня готовится метнуть, а мне это не очень нравится. А это чё за... А-а-а! Не туда. Вот здесь. Нет, не здесь. Ну, там вороны внизу, поэтому надо... Надо их... Клюшкой, блядь, с одним замахом смахнуть оттуда. Там три как раз. Да не тут-то было, блядь. Блядь, я мимо лута соскользнул. Ёб твою мать. Ну что ж, круг почёта. Не знаю, куда эта срезка открылась. Возможно, чтобы я именно не шёл туда, навстречу этому круглому камню. Чтобы я обошёл это опасное место. Возможно, оно даже типа непроходимое. Знаю, блядь, кто и как эту игру делал. Вполне возможно, что там нельзя пройти. Ну, либо назад рашить и... Не знаю, не знаю. Разные ли это соборы, или один и тот же. В любом случае, это DLC представляет из себя изменённую локацию. То есть, я по сути здесь уже был. Да, штаны старого охотника. Я знал, что здесь что-то нужно. Я заметил, что штаны старого охотника здесь пришиты к сапогам. Хе, ты вроде одеваешь штаны, у тебя и сапоги меняются. О! Смотрите, я без фонарика. Нет, они всё равно... Всё равно очкуют фонарь ни при чём. Тогда я вообще не понимаю, что с ними не так. Походу, это убер-локация для супер-фарма. Ага. Блядь. А эти, блядь... Ой, ёбаный в рот. А эти были воинственно настроены, в отличие от... Своих обоссанных пришилов. Вообще, насколько я помню, вот в этом соборе был босс. Я так подозреваю, что он и сейчас там. Ну, 13 тысяч душ, это, блядь, та сумма, которую потерять уже вообще не жалко. Это вообще ничто. Деяние старого охотника. А вот и деяние старого охотника, оно немножко похуже, чем ернамского. Но от огня лучше защищает. Но по броне говно полное. Ну, давайте посмотрим, как оно. Ну, блядь, как гаскоин практически. Я лучше в новом одеянии охотника похожу. Хотя, может быть, здесь актуально как раз от огня защита в этом DLC. Раз тут тряпки такие, блядь, лохмотьев больше на одеянии старого охотника. Чё-то мне нравится, что они тревогу забили. Да ладно. А чё это такое? Ебать, Ктулх. Ктулхуёвина, блядь. Ты чё такой это вообще? Блядь. Пули ты делаешь, просто сложи свою ебалую эту. Не парируется. Попытался ему в очко сунуть свой, блядь. Танитрус этот ебаный. В принципе... А это чё такое? А, он зачаровался. И так он... Ебаный в рот! Это что такое? Блядина ебаная, сплэшем задела. Ебаный в рот. Сука, ну у него и здоровье, блядь. Вот хуйло. Ебстесно, по дороге сюда я сдох на первом же охотнике. Я подумал, а чё если притащить паровоз к этому охотнику? Ну, в смысле, охотника припаровозить к этому здоровому чуваку? Может, они драться будут? Вот эти два бича, это ну точно не охотники, по-моему, вообще ни разу. Пузырёк крови. Может, тут срезочка какая-нибудь есть? Срезонька какая-нибудь? Что вот это за дорога? Куда она ведёт? Я думал, что обратно к церкви, но... Видимо, хуй-то там, да? Ну чё? Ебать, чё за перестрелка-то? Заебись. Здесь ещё и кнопочка была. А, здесь всё, сбоку можно подойти. А он стоит на ловушке специально, что ли? Блядь, ёбаная выносливость. Ну, это срезка или, блядь, хуй... Собачий. Собачий. Потому что, вон, внизу, блядь, какие-то мобы новые. У тебя вот здесь какая-то стенка есть? Нихуя себе гранаты? Пошёл ты нахуй, ебать! Вот тип, блядь. Надеюсь, тебе очков взорвут. Аллилуйя. Танитрус тут не очень котирует в этой локации, они от него, блин, не очень-то огребают. Тя, ну-ка, дайте попробуем. Может, чё изменилось? Да нет, обычные бомжи, заебись, от него дохнут. Вот необычные бомжи, не очень. Вон, по-моему, это дверь, по-моему, она ведёт в церковь. В залупу конскую она ведёт там. Это дом этот двухэтажный. Двухэтажный. По-моему, второй удар наносит дамага больше, чем первый. Блядь, чё я его не добил-то? Чё это такое, смотрите? Я вот таких не видел ещё. С языками. Так, надо в церковь прорываться, там, блядь, костёр хотя бы оттуда ближе бегать будет, если костёр тут не убрали. Так, у меня был план притащить, притащить на паровозе охотника к этому здоровому чуваку, и чтобы он его, блядь, пиздить помогал. Ну, он же монстр, охотники здесь бьют монстров в этом DLC в коем-то веке, не только меня, но и монстров. И поэтому, как бы, ну, может получиться. Пойдём за мной. Чё показывать тебе буду? Ебать, страшно нахуй. Такой, бородач такой, бородач. Просто Илья Муромес, блядь. Давай, 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 давай. Где наш охотник-то? Дичь ёбаная. Тихо, 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 погоди. Не трать пули. Вот, сейчас они встретятся, блядь. О, собака на него напала. Ничего его собака пиздит, смотри. Смотри, его просто собаки съедают, нахуенно. Хули, я гениален. Чё, я буду сам с ним драться, чё, ёбаный-то. Вот, сейчас он им, блядь, очко порвёт, походу. О, он у него продолжает стрелять, продолжает. Спамит его, нахуй, стрельбой, да и всё. А этот тоже, не будь дурак, уходит. Надо его подманить. А ты чё, ёбаный, чё себе? Вот. Наконец-то он заметил своего. У того сразу, блядь, прицел сбился, видимо, со страху. Не, он его не бьёт, блядь, охотника почему-то. Слышишь, у тебя уже жизни там вообще нету. Ты собираешься, блядь, отъезжать-то? Всё. Не знаю, почему он в упор промахнулся. Не знаю, почему монстр не бил этого охотника. Не моё это дело, не царское. Пузырёк крови, это не тот лут, за который я готов биться, блядь, с полубоссом. Так что, я считаю, что хитрость победил. Мы победили хитростью. О, и артутные пули. Отлично. Так, ну чё, босса-то тут обновили хоть? Не хотелось бы идти очень далеко. Блядь, какое-то говно сидит. Чё это такое за ебала какая-то? Сидит она в какой-то странной позе, но я вижу, что в руке у неё светится лут, по-моему. По-моему, это не босс, это труп босса. Которого убил, видимо, вот этот бородач с топором. Да не, блядь, съезжу, понятно, что она вскочит, сейчас будет битва охуенная. Видите, она уже потряхивается. Она спит просто. Может, если я буду тихо идти. Да не, битва начнётся, когда я лут возьму, я уверен. Но на вид это не такая страшная хуйня. Единственное, что она горит. Она горит, а я, как я сказал, что, видимо, защита от огня сейчас будет в тренде. В тренде, блядь, она сейчас будет, а не в тренде, чувак. Подвеска в форме глаза. Чё это подвеска в форме глаза делает? Какую-то луйню хетчет, наверное. Вообще не понимаю. А, во. Калатарю хирургии дают доступ. Ничего. То есть, я отсюда могу тихо выйти. То есть, её вообще похуй, да? Блядь. Не знаю, чё она тут сидела. Жалко, костра здесь нет. Алтарь хирургии. Дожди, чё-то знакомое. Алтарь хирургии. Это во сне охотника, по-моему, что-то. Труп сейчас вылез из-под земли. Это единственный зомби, который из-под земли вылез убитым. Алтарь хирургии. Ну, сейчас меня убьют, блядь, я перелечу и посмотрю, чё это алтарь хирургии. Странно вообще, конечно, что вот это говно. Но это, блядь, что-то по сюжету, типа, должно значить наверняка, что вот эта хуйня, она здесь уже мёртвая и горящая. То есть, когда смотришь там эти разъяснения сюжета, там, блядь, постоянно. А вот помните, мы там видели вот этого, вот этого, блядь. Вот это, вот это, вот это значит, вот. Видимо, это намёк. Там даже есть такая тема, что если, то есть, поставить камеру таким образом, чтобы заглянуть в голову этой кукли, у неё, наоборот, есть глаза, блядь. И какой-то объясняитель сюжета спрашивает, а не пасхалка ли это? А я такой думаю, ебать, а не баг ли текстуры, это просто обычный. То есть, абсолютно любая хуйня выдаётся тут за часть сюжета. О, коктейль Молотова замедленный. А, так вот что это такое. И чё ты? Я думал, ты коктейлем будешь бросаться. Так, ну и это путь туда. К этим симпатяшкам. Охуенно. С чувака в кресле мне пули падали, я их тут фармил. Ох, гремучий Молот. Гремучий Молот. 90 дамаги, мамку делал. Чё с говном? О, огненная атака. Понятно. Это как-то анитрус только, блядь. Огненный его аналог, видимо. Ну, если может, заточить будет. Будет. Ёб твою мать, старый ты хуй. Как же так-то? А здесь был мост. То есть, центральный Ернам здесь локация. Костёр вот там наверху был. Теперь тут какой-то хуй стоит. Опасного вида. Ёб твою мать, ты чё? Он единственный по росту, он ко мне ближе всех. Вооружён, правда, какой-то хуйней. И не парируется. Заебись, я просто, блядь, заебался застревать в этих камнях во время этих ебаных кувырков. Они сделали игру с быстрыми кувырками, но сделали, блядь, окружающий мир настолько заебанным всяким говном, блядь, заставленным какими-то, блядь, предметами. Но предметы, ладно, разрушаются. А вот эти камни ебаные. Герой в них просто постоянно, блядь, застревает. Если где-то есть ебаные камни, и ты рядом с ними юзаешь кувырок, пизда тебе, ты застрянешь, блядь, инфа стопроцентная. Заебало это уже, нахуй. Дохнуть, блядь, из-за их, нахуй. Архитектурные, блядь, задумки великые, что по наставинкам и везде вот этого каменного говна под ногами. Это будет охуенно атмосферно смотреться, блядь. Это будет заебись. Пидорасы, блядь. Естественно, блядь, поскольку это DLC, в нём, наверное, один ебаный единственный костёр. И то вот в начале, блядь, других нет. Я, блядь, нашёл какую-то хуйню, которая открывает хирургию. Я хочу понять, что это, дорогая. Ты, блядь, мне не объяснишь? Молтарь памяти, блядь, ты чё? Мастерская. Склад. У меня нету никакой хирургии. Купить, наверное, надо. Так, давай-ка, блядь, мы... А, у меня душ нету. А некоторые говорят, а чё ты их, блядь, не используешь? Что вот в таких ситуациях, когда прилетел сюда без нихуя. Херак. Ничего себе, она быстро набирает. Дамаг. Ну, всё. Больше точек у меня нету. Уже 144, я ещё даже до кусков не дошёл. А, у неё всего две ячейки. Дерьмо полное. Понятно, в чём моё слабость. Итого. 135 плюс 74. 144 плюс 142. Охуенно. Даже, блядь, не знаю. Чё лучше, блядь. Заебись меня. Пушки измочалило. Так, а как теперь в этот DLC, ёбаный, переместиться? Старая заброшенная мастерская. Может, старая заброшенная мастерская и хирургический стул был. Стол. Кошмар охотника. Где здесь? Блядь. А я в DLC-то попасть. Опять дать себя схватить, что ли? А, вот. Кошмар Менсиса, это не то. Хоры. Хоры Мирго, блядь. Ну, система телепортации, я уже, блядь, не раз её нахваливал. Какая она охуенная, блядь. И понятная. Просто пиздатое, блядь. Лучшая, лучшая, нахуй. Лучшая реализация системы телепортов, блядь, это Bloodborne. Просто хуй поймёшь, как вернуться туда, откуда ты прилетел. Пизда, блядь. Соборный округ, хули опять путь хватает, переносит. Я хуй знаю, блядь, как-то... Как называется это говно, блядь. Я прям думаю, блядь, идти к этой росомахе или, сука, в болото лучше прыгнуть. В болоте-то шансов, блядь, побольше, по-моему. Ну, у этого гандона, видите, душ моих... Ой, да пошёл он, пусть себе в очку их, блядь, засунется. Цилиндр старого охотника, цилиндр старого охотника, смотрите. Ну, цилиндр старого охотника, блядь, в два раза хуевее, чем шляпа старого... Чем колпак старого охотника, поэтому нахер ему вообще нужен, непонятно. Так, и что это за говно? Ну, это понятно, что это какая-то собака мутировавшая. Волк, вернее, блядь. Ну, их тут что-то очень дохуя. Как-то даже, блядь, в этой локации хуй закрепишься, походу. Ой, блядь. Танитрус, говно. Ну, и это оружие, я хочу сказать. Секира, она тоже, блядь, знаете. Не про... не проявляет себя каким-то, блядь, нагибучим оружием. А этот... У него нет двуручной хватки, блядь, походу, но он... Что-то он делает. Непонятно. Разжигает его, что ли? Может, это бонус одного удара? Да ладно, что, все, что ли? Ну-ка, нахуй тогда. Где мои камешки? О! Коктейль молота уже есть. Ну, блядь, а кто сказал, что они к огню сильно неравнодушны? Кто-то морет, что-то, блядь. Да ладно, ебать. А что, он их не бьет, что ли? Он же охотник. Я что-то, блядь, нихуя не понимаю сути этого замеса. По-моему, блядь, хуйня какая-то полная. То охотник всех ебашит, то, блядь, никого не бьет. Да, идите нахуй тогда с этой, блядь. С такой локацией. Да. Могу с уверенностью авторитетно заявить, что, мол, вот говно ебанное. Что-то, блядь, атака у него. Пиздец какая долгая. Ну, давай, пидорасина, блядь. Облюдок, мать твоя. Да, дамаг по этой мразе. Просто ебаный какой-то. Я прям, блядь, не знаю, что с ней делать даже. Заебал ты, блядь. И коктейлем не попасть по нему, ничего ему не сделать. Что, он завис? А, блядь, не застрял. Он его просто зажал, нахуй хуярит. Так, я обычно всех убивал, блядь. Будет прикольно, если это обычный морг. Это крик чудовища он юзает, да? А он с двуручного заебись. Ну, это просто жопа, блядь. Значок пылающего молота. Что, как бы, намекает, что я могу купить, видимо, точно такой же охуенный молот, но уже за деньги. Пиздец. Подожди. Это кнопка, блядь. И откуда-то будет в нем... Ну, давай. А, это люк. Самый, блядь, охуенный прикол, что я вообще-то не вижу тут своей лужи крови. Наверное, потому что я отсюда телепортировался. Так что, десять тысяч душ. Давай, до свидания. Но... Самый, блядь, самый приколистый прикол, то что это ёбаный тупик. Некуда идти. Вообще нихуя. Ничего здесь нет, блядь. И фонаря тут не... А, вот моя кровь. Нихуя, я долбоеб такой. Пошел с ним пиздиться, а кровь типа хуй с ней. Ну, 24 тысячи... Блядь, это уже жалко, нахуй. Это уже много, блядь. Какого тут привязывали. Ай, блядь, это, конечно, всё. Замечательно, блядь. Просто обалденно, но... Как-то надо, блядь. Да, ёбаный мать. Да, до смерти меня завафли, да и нахуй. Никто не согрелся там лишний. Блядь, скорость атаки просто пиздец. Шмара, ебаная. Ну вот, сила огня, блядь, вы видите, да? Что как бы им похуй вообще. Было бы круто, если бы они ещё после смерти взрывались и дамаг наносили, как в Диабло. Помните, был такой моб? Ебучий, блядь. Слышите, блядь. Ну, я хорошо. Я могу, блядь, их двоих убить. Я не вижу, ради чего я это делаю. Там же нет нихуя. Карета, блядь, да. Лута нет. Ничего нет, блядь. И чё? Усиление оружия магии тоже, говно ебаное. Ничего им не усиляет. По-моему, это был ваншотный удар только что, от которого я вернулся чудом просто. Господь помиловал. Решалити. Вообще, блядь. Так себе, конечно, мог. Слава богу, что дамаг ему, блядь, не стали рисовать какой-то мега космический. Кто, блядь, обсосал все эти? А, тут проход. Проход. А кто в карете? Гроб. Похоронная бричка. Мне бы дали войти, обобрать покойного, чтобы он в последний путь с чистыми карманами двинулся. Так, ничего тут на меня сверху, блядь, не ебнется? Опасная. Че-то мне тут, блядь, не нравится. Ну, здравствуй, блядь, хуй мордастый. Где ж ты, блядь, раньше-то был? У него че, блядь, пулемет? Арнольд, ты что ли? Ура, он парируется все-таки. Я уж думал, ты вообще какой-то ебанутый. Где бы мне такую пушку найти, как у него? Я не про пилу, я про, блядь. Его охуенный пулемет. Ах, вот как пилой надо драться. Просто подходишь и спамишь нахуй. Человек, пока он не отъедет, нахер. Хорошая, блядь, идея. У меня уже все заканчивается. Кровь заканчивается, терпение заканчивается. Пули, блядь, закончились. Танитрус кончился, блядь. У нас одинаковая техника, блядь. Мы не можем сражаться. Ланта победил, походу. А, у него не дальнобойный он. И то ладно, блядь. А, ты вернулся. Дамаг говно, однако. Он на ходу так эпично, блядь, раскладывает свой... Пидарас, ебаный, а. Че творит, блядь. Ну давай, говно, ебаный. Охуенно. И че это было-то, блядь? Сам себя чуть не сжег, нахуй. Как работает коктейль молотова на ебаной веревке? Заебал. Ну пиздец, вообще пиздец. Ему не подойти даже, блядь. Молотов на веревке. Спасибо, блядь, до свидания. Кусок ты ебаного кала, блядь. Ну и дерьмо. Заебись. А можно как-то подальше, блядь, это бросать? А он еще отхилялся? Вообще заебись. Ничего лучшего я, блядь, пока что в этой игре вообще не видел, чем вот этот чувак, блядь. Которого просто нахуй не убить. Просто это, блядь, невозможно. Он выходит нахуй и спамит, хуярит с его. Похуя на пулемет, а здесь по коридору, блядь, от него хуй отпрыгнешь. Ясное дело. Пулемет у него, походу, блядь, почти бесконечный. Знаете что, ебалая ваша ДЛЦ. Такое, блядь, говно ебаное. Блядь, это просто... Сука, ну нахуй эта игра, блядь. Мне его, сука, вообще нихуя хорошего нет. Такую хуйню делают, блядь. Какая-то кишка... Локация, блядь, кишка ебаная, узкая, нахуй. В ней ходит пидорас с пулеметом. До нее, блядь, хуй дойдешь, потому что там охрана из, блядь, хуй знает какая. Костров тут вообще не поставили. И типа, и типа, на, проходи. Это типа охуенно. Нет, спасибо, блядь. Пожалуй, пожалуй, в другой раз через неделю, когда мне снова захочется поиграть в эту парашу ебаную, блядь. Серьезно, Bloodborne такое говнище, блядь. Мне так нравится, когда бомбит у кого-то от того, что называют игру говнищем, блядь. Но, по-моему, это просто ебаное дерьмо. Субтитры создавал DimaTorzok